Всем привет! Меня зовут Андрей Мельников и мы тут закончили небольшой проект. Реализация этого проекта заняла 13 месяцев. Реальных рабочих дней на объекте было 40. Остальное время заняло проектирование, подготовка и так далее. В общем, в прошлом сентябре мы встретились с заказчиками здесь, на склоне заросшим травой. Обсудили детали. Ребята сами сделали проект своего участка, как они это видят и мы приступили. А рассказывать нам будет с самого начала Андрей из прошлого, поэтому ему слово. Поехали. Спасибо, Андрей, из будущего. Надеюсь, ты там немножко похудел. А мы действительно возвращаемся в первый день и здесь уже идут работы. Начали мы с фундамента. Пойдем покажем, что мы делаем. Ставь на Байдена. Ставь на Байдена, будешь богат. Блин, отключился. А фундамент мы уже делаем, но в реальности работы над участком должны начинаться с другого. И пойдем покажем, с чего. Ты ничего не слышал? Показалось. Первым делом, когда заказчик купил. Этот участок, он позвал геодезиста, чтобы он вынес границы участка в натуру и поставил вот такие колышки. Это первое, с чего нужно начинать работу над участком, если планируется какая-либо стройка. Я сейчас объясню, почему. Потому что, когда начнется стройка на участке, строительные объекты нужно как-то позиционировать внутри участка. И отталкиваться, делая эту позицию, нужно именно от официальных колышков. От официальных это значит, условно, GPS-координаты этого угла, они заинены в Росреестр и там это хранится. Именно с этими данными будут сверяться другие геодезисты и некие проверяющие органы. Как это иногда происходит? Например, есть старый соседский забор или старый соседский дом. И мы такие, ну типа есть дом или есть забор, от него и оттолкнемся и расположим наш дом. Но в реальность такова, что старый соседский забор может стоить не по закону. И он захватил вашу территорию и наоборот слишком глубоко ушел к себе. Если мы, оттолкнувшись от этого забора, выставили дом, то мы с фактическими границами, которые находятся в Росреестре, можем уже конфликтовать. То есть, допустим, мы расположили от соседа в трех метрах свой дом, а в реальности забор должен быть ближе. И значит, мы уже нарушаем закон, мы уже ближе к официальным границам. И если какой-то проверяющий орган это заметит, то у нас будут большие проблемы. Вплоть до того, что нужно будет снести часть дома, которая находится слишком близко к красным линиям. Но у нас эти колышки есть. Именно от них мы спозиционировали наш фундамент. И сейчас расскажу, как. Геодезис выставил наши колышки. Теперь мы точно знаем, где проходят границы участка. И относительно этих колышков мы будем располагать дом. Вот наша граница участка. Вот здесь идет дорога. У нас геодезис поставил вот здесь колышки по углам участка. Относительно этих колышков мы будем располагать дом. По проекту сказано, что между краем участка и домом у нас 3 метра. Классный почерк, ребята. Я хорошо учился в школе. Поэтому мы от этой линии отступаем 3 метра. И от дороги, точнее от дороги, от края участка, берем 6 метров. И ставим первую сваю. В пяти застройке у нас есть небольшая елочка. И чтобы ее не потерять, так как она будет мешать, Сережа ее сейчас выкопает и уберет другое место поближе туда, где она будет уже закопана на участке. Продолжение следует... Продолжение следует... В этом поселке это сосновые озера, Forest Lounge называется. Так же, как и во всех поселках такого типа, есть вода магистральная. И в эту магистральную воду может резаться только генеральный подрядчик этого поселка. То есть любой строитель не может просто раз и врезаться водопровод. Поэтому мы подгадали так, вместе с владельцем участка, чтобы мы, когда делаем фундамент, приехали подрядчики по воде и сделали нам врезку в этот трубопровод, чтобы мы могли его уже завести на фундамент в нужном месте. А дальше подключить в дом. И у них стандартная схема. Они находят магистральную трубу, откапывают трактором, делают туда врезку, впаиваются и выводят трубу наверх, типа кусок метра два. Это значит, что для строителей они делают траншею рядом и соединяют эту трубу и хоронят в земле. Соединение это не очень хорошо. Теоретически на латунный фитинг ее соединить можно, это будет надежно. Но хочется все-таки без соединения, поэтому мы быстренько подсуетились и купили трубы 50 метров, СДР-11-32 миллиметра, чтобы ребята уже сделали впайку нашей длинной трубы. И чтобы она бесшовно заходила в дом. Здесь, как и на всех участках, перед тем, как приехать сюда, Мы пригласили специалиста по пробному бурению, Чтобы он сделал несколько лунок в пятне застройки этого дома и дал заключение о грунте. В данном случае он сказал, что грунт здесь хороший, это песок, немножко глины, чуть ниже. Но самое главное, что здесь куча камней. Если камней в грунте много, то дается рекомендация закручивать своей техникой. Для чего техникой? Техника почти незаметно, свай проходит, если камешки небольшие, Мы просто слышим скрежет такой неприятный, но свая закручивается нормально и проблем нет. Если камень будет больше, то трактор сможет снять свои крут и одеть ковш, И выкопать этот камень, который нам мешает. Если камень будет еще больше, то также ковшом мы выкопаем яму вокруг него, И этот камень просто сдвинем. Если камень будет еще больше, он какой-нибудь суперогромный, неподъемный, То тогда уже вариантов нет и придется смещать сваю в какое-то другое место, где этот камень мешать не будет. Но здесь обошлось, камешки были, в том числе камешки и побольше, И ковшиком он их вытащил и закончил свою работу за 5 часов и уже уехал. Сегодня мы довариваем оголовки, может быть накинем большие 16-е двутавры, Но доделывать все равно приедем еще на завтрашний день, потому что работы еще много. Наступил второй день, утро. Вчера мы закрутили все сваи, обрезали в один горизонтальный уровень и накинули оголовки. Сейчас ребята их выравнивают и будем уже целый день заниматься металлом. Из металла у нас двутавр 16-й, из которого будет сделан консольный вынос, И 14-й двутавр его будет помогать. Это у нас фундамент под дубль-дом Кедр 65, и обычно он делается за один день. Мы его почти всегда делаем за один день. Но здесь у нас большой перепад, разница по диагоналям примерно 2 метра по высоте. Если здесь примерно метр, то там уже 3. И это все усложняет работу, плюс на дворе декабрь, день короткий. Короче говоря, скорее всего с работами по фундаменту мы выходим на третий день. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте! Парни закончили. Сейчас мы с ними попрощаемся и расскажем, что мы здесь делали 3 дня. 3, я показываю 2. 3. 3 дня делали. Ничего себе, ребята, 3 дня! Спасибо. Классный фундамент, Сергей Иванович. Андрей Иванович. Давай, до послезавтра. Да. Вот такой фундамент у нас получился. Большой и с первого взгляда непонятный. Сейчас расскажу, что здесь происходит. Граница участка у нас проходит вот здесь, где я стою. Здесь заканчивается участок. И сразу после того, как участок начался, у нас начинается терраса. По террасе шириной примерно 4 метра мы идем к дому. Вот в этом месте начинается дом. Конкретно дверь входная будет здесь. Сам дом на этом фундаменте расположен вот так. То есть, его угол расположен здесь. Это терраса у нас входная, сам дом и терраса боковая. Она сделана с помощью консольного выноса двутавра. И двутавр здесь непростой. Он у нас 16-й. Обычно используется 14-й. И чтобы провисание было меньше, мы сечение двутавра немножко увеличили. Фундамент большой, сложный. И здесь есть несколько нюансов. Сейчас о них расскажем. Новые перчатки и уже замарал в краске. Но, наверное, перчатки должны быть в краске. Так же, как если хороший стол должен быть залит вином. Но мы про двутавр. Когда на фундаменте используются два вида двутавра. Большой и маленький. То маленький, который его поддерживает, который находится между большими, он стыкуется по верхней части. И он висит над оголовком сваи в этом месте. В некоторых местах фундамента требуется поддержка этого малого двутавра. И это значит, что если бы мы здесь закрутили сваю и обрезали ее на уровне с остальными сваями, то она бы не доходила 2 см на разницу двутавров 16-го и 14-го. И в таких местах сваю требуется подрезать чуть-чуть выше, чем все остальные. Конкретно на этом фундаменте было несколько таких свай. Вот одна из них. Конкретно вот эта свая ниже, чем поддерживающая свая на 2 см. Второй нюанс, ребята, на этом фундаменте это пластины. Пластины нужны для монтажа дома. И про них достаточно подробно рассказано в чертеже Дубльдома. Когда вы покупаете дом, вам дают подробнейший чертеж, как сделать такой фундамент. Так вот, эти пластины, они должны быть выровнены очень точно. То есть ставится первая пластина, последняя, натягивается нитка, и остальные пластины к этой нитке очень нежно прижимаются. Важно, чтобы пластина стояла строго по оси, не наклонена в какую-то сторону. И чтобы у нее была вертикаль, угол 90 градусов относительно фундамента был тоже выдержан. Следующая особенность этого участка, это его перепад. Значит, если в том углу у нас дом находится от земли примерно метр, то здесь уже 3 плюс метра. Это очень большой перепад. А значит, на фундамент обязательно нужно делать некое усиление, чтобы он не раскачивался. Вообще, рекомендации свайщиков звучат так. Если свая торчит от земли до 50 сантиметров, то ничего не требуется. Просто берем и строим. Если от 50 до метра, то уже требуется металлическая обвязка. Например, как у нас. Если свая от земли уже выше метра, то обязательно требуются различные укосины и усиление. И поэтому мы заранее предусмотрели, что мы здесь будем делать усиление. Предусмотрели, значит, мы наварили вот такие двутавры внизу свай. Потому что конкретно здесь, в этом пролете, будут сделаны укосины. Так же, как мы делали на других проектах с помощью троса. Но здесь мы попробуем не трос, а пруток. Ничего хитрого в укосинах нет. Они делаются на некоторых осях фундамента. Это делает проектировщик. И выполняется с помощью профильной трубы или уголка. И пластин, с помощью которых он крепится к свае. Таким образом, эти укосины позволяют избавиться от нежелательных вибраций на больших фундаментах. Вот он результат трехдневной работы. Было сложно, холодно. На дворе все-таки декабрь, но мы справились. Поэтому Андрей из будущего рассказывает, чего мы еще там придумали и чего мы еще будем делать на этом участке. Сейчас расскажу. Ты, кстати, у Ольвешник купил новый или все еще на старее ездит? В общем, фундамент под дом у нас готов. И дальше нам хочется сделать парковочное место. Поэтому первым делом нам нужно было сделать въезд. Мы вызвали трактор, чтобы он подровнял нашу плоскость парковки. И немножко выкопал нам траншею, в которую мы положили геотекстиль. Сверху положили трубу, чтобы вода беспрепятственно проходила по траншее под нашим въездом. Сверху присыпали щебнем и черновой въезд был готов. Потом мы сделали опалубку для подпорных стен, чтобы потом их залить, закрыть и оставить на несколько месяцев до того, как мы сделаем парковку. Важно, что до того, как мы приехали делать парковку, мы точно знали, где она будет располагаться геометрически и на какой высоте. Мы раз пять, наверное, приезжали это все еще раз перемерять, потому что мы мерили обычным нивелиром, и это не очень эффективно. В следующий раз мы, конечно, позовем геодезиста, который сделает нам нормальную топосъемку хотя бы въезда с перепадами высоты и нормально разметиться из электронного вида в натуру. Ну, в общем, делаем парковку, а значит возвращаемся в леденящую душу в декабрь. 27 декабря, и мы приехали делать парковку. Мы начали работу с подметания щебенки. Рельеф здесь с наклоном, а парковку хочется иметь максимально близко к горизонту. Поэтому здесь нужно будет насыпать, и чтобы наша насыпь не скатывалась, надо сделать подпорную стенку. Вариантов подпорной стены несколько. Это и габионы, и бетонная, и деревянная. Мы остановились на последнем. Мы заказали брус специальный, он называется импрегнированный. Он пропитывается в вакуумных камерах почти до центра. Это брус 150 на 150. И производитель заявляет, что эта технология позволяет этому брусу контактировать с землей и с водой 50 лет и никак не разрушаясь от гниения или каких-то грибков. Вот из него мы и будем строить нашу подпорочную стену на этом участке. Привезли нам немножко материала. Это арматура геотекстиль. Там же мы взяли в аренду отбойный молоток на всякий случай, потому что грунт где-то подмерз. Если нам нужно подкопаться, лопатой его не взять. Пистолетом ее подбил и убрал. Также пистолетом, точнее отбойным молотком будем забивать арматуру, когда будем анкерить первый слой нашей подпорной стенки. И взяли еще маленькую виброплиту, чтобы уплотнять щебень перед тем, как положить первый венец подпорной стенки. Мы пилим этот брус 150 на 150 паркеткой. Но эта паркетка пропиливает 55 мм, по-моему, максимум. И мы пилим со всех сторон. И с двух сторон пропил составляет 2,55, это 110 мм. Брус 150. Значит, все равно в сердечнике останется 40 мм недопиленных, которые будем допиливать вручную. Да, даже чуть меньше. Вот такой у нас брус. И он пропитан, но торцы нам бы все равно пропитать еще раз. Потому что... Ой-ой-ой, какой он густой. Это неамид, его надо разбавлять водой, но нам только торцы подкрашивать. Объем не нужен. Поэтому мы только торцы будем пропитывать концентратом. Ну и это у нас первый брус, который идет в самом низу. Поэтому мы не особо заморачиваемся на том, как красиво мы его подкрасим. А верхние уже, скорее всего, будут видны. Поэтому там захочется подкрашивать аккуратнее. И также у отпиленного куска тоже торец прокрашиваем. Первый кусок готов к установке. Первый венец досок, который начинается в том углу, мы сверлим отверстие и вбиваем арматуру. Чтобы был зацеп на сдвиг. Ну и получается, все первые доски, которые лежат на земле, они будут с вбитой арматурой. Брус ставится на брус и скрепляется с помощью пружинного узла. Используется он, потому что брус, он не сухой и может усохнуть. И чтобы не образовалось щели, пружина его обратно подожмет. То есть получится постоянное крепкое соединение между двумя брусами. Наступил второй день работы над этой парковкой. И сегодня мы уже пригласили трактор. А вчера мы сделали условную коробку для того, чтобы туда засыпать грунт. Вот здесь остались у нас отверстия от пружинного блока или компенсатора усадки. Проем у нас больше 5 метров, около 5. И чтобы стена в середине не выгибалась, потому что по углам она довольно крепкая, мы еще сделали небольшую раскосину. Это увеличит крепость нашей конструкции и все будет стоять хорошо. Вот из такого щебня фракции 20-40 будет состоять вся наша парковка. Это скорее всего была последняя машина. Мы сейчас наполняем ее полностью. Трактор нам немножко ее протрамбует и останется сантиметров 10. И эти последние 10 сантиметров мы наполним ЩПС. На эту парковку ушло 15 кубов щебня и 5 кубов ЩПС. ЩПС мы тромбанули и получилось хорошее черновое основание. На это черновое основание уже можно положить и асфальт, и плитку, и все что угодно. Но мы на сегодня с парковкой закончили. А ты что не видишь, куда он едет? Наступило тепло, мы доделали парковку и наконец-то сняли опалубку с наших подпорных стен. Дальше мы ее отшлифовали, сняли фаску и получился нужный нам эстетичный вид. И у нас все готово, чтобы начать монтаж дома. Но прежде чем к нему приступить, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу. Это даже не музыкальная пауза, а просто хочется рассказать, как появился на свет трек, который вы слышите в этом ролике. И это наши друзья из Monsters in Your Headlight. Виктор основную тему песню в Аблетоне сделал за несколько дней, написал текст. Дальше все это делится на части. Дэну из Лондона отдается голос. Это сессионный музыкант, который будет записывать вокал. Дальше едем на студию к Сергею Наветному записывать барабаны. Сергей большой специалист в этой области. Это все находится в здании ДК РЖД. Какой-то отдельный кабинетик. Сейчас приедет самый главный, и мы пройдем, посмотрим, что там за студия. О, коллеги. Раз, ты с улицы пришел? Да. О, меня аж снимают уже. Мы уже начали подкаст, поэтому давай рассказывай, мы куда идем. Да, мы находимся в здании, как бы быть, не голословным. Дворец железнодорожный. Да. Голову аккуратнее. Голову аккуратнее. Вперед. Вперед. Все, видите. Да-да-да, идет по кругу, да? Ну, у нас с двух часов. Ну, да-да-да. С двух часов мы сейчас... Потом приглашаем Женю сыграть бас-лайн. А еще раз и сначала... А еще сначала раньше. И сегодня сам Витя пишет основную партию электрогитар. Это из Америки. Это... Мэйден Чайна. Это классические маршалы. Которых... Ну, они еще Мэйден Юэс. Вот, я их долго находил. А это вот наши кулибины. Shift-Line. Твин. Кобзон. Мы прямо напрямую пишем. Дальше все это собирается в кучу. И отдается какому-нибудь звуковому инженеру. Например, звуковому инженеру из Foo Fighters. Foo Fighters. Foo Fighters. Он это все собирает вместе и как следует отмастерит. И вот так обычно пишется рок. Мы в целом, конечно, упрощаем. И не говорим о том, что барабаны писались 9 часов для 5 минут на песне. Потому что там что-то изменяли, постоянно перезаписывали и оттачивали. И так для всех инструментов. Ну, ты оставь это, Антон. Можем эту часть еще раз целиком сыграть. Угу. Давай. Ну и так получается хорошая песня. Все, Антон, теперь чистый свет. А, давай, Дима. Пока-пока. Поехали на объект. В общем, всю подготовку к приему дома мы сделали в конце года. И наступил Новый год, праздники. Еще месяца три дом делался на производстве в Москве. Но, наконец, готов. Его погрузили на тралы. Привезли сюда, в Сосновские озера, Форест Лаунж. А значит, мы переносимся в снежный мартовский день. И начинаем монтаж дома. День монтажа дома наступил. Пол девятого утра. И впереди уже стоят наши тралы. Тралы, конечно, такие же большие, как обычно. Их не пустят на территорию. Поэтому будем перегружать где-то рядом. И завозить по модульам. Из-за особенностей участка и фундамента. Монтаж будет вот с той задней стороны, где высокий. Поэтому туда сейчас встанет кран и расположится. И оттуда будет монтировать. А вот по этому полю мы будем подвозить ему модули. Это очень сложно и непредсказуемо. Поэтому мы позвали ребят из Марсов. И они уже спускают колеса и сейчас начнут возить. Субтитры сделал DimaTorzok Центральная часть дома, она ввозится разобранно. И собирается в такой комплект. Мы его называем пачкой. Высота этой пачки 2,5 метра. Ширина 3. И чтобы был транспортный габарит, она ввезется перевернутой. То есть в высоту 3, а в ширину 2,5. И когда она приходит на монтаж, требуется ее перевернуть. Поэтому ребята сейчас чалят ее особым способом, который называется удавка. Сейчас будут переворачивать. Вполне любопытное зрелище. Первые модули уже на фундаменте. И они уже выставлены. Первый день монтажа всегда сложный. Физически сложный. Потому что надо постоянно где-то залазить, слазить, поднимать, толкать, тянуть. Поэтому ребятам сегодня будет сложно. Но начало положено. И надеюсь дальше будет без сюрприза. Монтаж дома прошел ожидаемо. Сделали внешнюю отделку дома. Стыки модулей внутри. И дом готов. Дальше на участке нужно было сделать несколько деталей. Например террасы. Здесь они прямоугольные, геометрически простой формы. Сделали быстро. Настил тоже простой. Это прямолинейный паттерн со смещением досок. Каждая следующая на 75 сантиметров. Чтобы не было прямолинейных стыков. Но и здесь были нюансы. Сейчас о них расскажу. Первая деталька. Это стыковка водосточной системы и террасы. Хочется водосточную систему сделать без этих переходных углов. То есть хочется ее просто опустить вниз. Но тогда придется резать обвязку террасы. Это не очень хорошо. Ее вообще теоретически резать нельзя. Поэтому приходится обходить эту обвязку и смещаться немножко вглубь террасы. Это не проблема. Здесь нет ливневой канализации. Если в вашем случае она есть, то водосточную систему еще нужно вставить вот сюда. Пискоуловитель. Это уловитель грязи, который позволит не забивать вашу дренажную систему грязью. Там вот такой лоток, который можно периодически чистить. Следующая деталь это микролесенки, которые находятся на эту с парковки на террасу. Во-первых, мы изначально парковку сделали на 32 сантиметра ниже, чем чистовое покрытие террасы. Что это значит? Мы получаем два шага с высотой 16 сантиметров. Это прекрасный и удобный подъем. Также у нас марш в 30 сантиметров. Это тоже удобно. Поэтому лесенки получились хорошо. Также они сделаны на шарнире, потому что... То есть их можно поднять. Потому что парковка, она зимой будет жить своей жизнью. Она может подниматься и опускаться. А терраса стоит на жестком фундаменте, который не играет зимой и летом. Поэтому, чтобы ее не выломало, она ставится на шарнирах. Следующая деталь это высота террас. Так как у нас фундамент дома и террас общий, то значит и пирог террасы с пирогом веранды должен быть одинаковый, чтобы не было перепадов высот. Стандартный пирог веранды это 240 миллиметров, а стандартный пирог террас 225. То есть он чуть-чуть меньше, чем надо. Поэтому надо либо использовать подкладки на террасу, чтобы был один уровень, либо как здесь мы изготавливали кастомный каркас, который чуть шире, чем обычно. Но у нас получилась единая плоскость с верандой. Это очень удобно. Дальше после всех террас и лесенок наступил май чародей, май баловник. И значит можно заняться земляными работами. Здесь был большой уклон, как вы помните, и эта плоскость неиспользуемая. Поэтому уже хочется здесь немножко выровнять. Ребята подвыровняли и посадили газон. И получилась прекрасная плоскость для жизни на этом участке. Музыка. 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 по времени то есть прямо сейчас этих проектов 3 и длиной они там под от года поэтому оставайтесь с нами будет интересно пока а и и и и и и и